Специалистов надзорных органов на крупном рынке знают, что называется в лицо. Их визит в преддверии Нового года в павильоны, торгующие пиротехникой, такой же традиционный, как и народные приготовления к празднику. Пиротехнические изделия должны иметь сертификаты, декларацию, соответствующую инструкцию о мерах применения. То есть пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах. Павильоны по продаже пиротехнических изделий должны располагаться не менее чем 4 метра от локационных выходов, лестничных клеток. В первых нескольких павильонах, куда нагрянули проверяющие, все требования пожарной безопасности соблюдены. Лишь по случайности проверяющие наткнулись на склад, в котором среди мишуры и другого праздничного антуража были обнаружены десятки, а то и сотни контрафактной продукции. Продавец, гражданин Китая, не успел спрятать коробки с товаром. На сегодняшний день вы сами можете увидеть количество данной продукции, которая была снята с реализацией, за отсутствием сертификатов соответствия товаротранспортных и накладных, ну и информации о производителе непосредственно на русском языке. Десятки электрических изделий могли в считанные дни оказаться в домах ангарчан. И никто не дает гарантии, что сомнительная продукция не привела бы к возгораниям и пожарам. Вообще же специалисты рекомендуют перед покупкой требовать все необходимые документы на товар. Индивидуального предпринимателя, который реализовывал данную контрафактную продукцию, скорее всего, накажут штрафом в размере от 3 до 4 тысяч рублей. А елочные украшения и гирлянды, а их здесь более тысячи экземпляров, скорее всего, будут конфискованы и уничтожены по решению суда. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Местное время.